У нас есть много всяких интересных инфекций, которые, если придут вот с такими характеристиками, они перебьют половину населения Земли, ничего с ними сделать не сможем. Но в данном случае нам крупно повезло, потому что это проверка, скажем так, это проверка готовности, по большому счету, всех систем, сил, средств. Алексей Водоводзов – авторитет среди ученых и квалифицированных врачей, популяризатор научной медицины, подполковник медицинской службы запаса. Лекции по краткой истории инфекционных заболеваний читает давно, но с приходом коронавируса их пришлось значительно расширить. Нам удалось связаться с Алексеем по скайпу и узнать у ученого, есть ли смысл линчевать первых зараженных и их семьи, как предлагают некоторые жители края в комментариях, и вообще смог бы наш регион остаться оазисом без зараженных. Сейчас никаких островков безопасности не существует. То есть если в какой-то город летают самолеты, ездят поезда, там есть автомобильные трассы, например, федерального значения, все. Это означает, что этот город находится в зоне риска. И рано или поздно, неважно когда, но рано или поздно, туда некоторое количество зараженных доберется. Это не обязательно будут путешественники. Да, они как бы первая волна. Но поскольку в страну вернулось больше ста тысяч людей из-за рубежа, завести в Барнолу вирус мог любой контактировавший с ними. Например, заразить нас смог житель Витебска, который никогда не был за границей, но побывал у родных в Москве, а потом поехал к бабушке на Алтай. То есть единственным способом сохранить островок безопасности стала бы полная изоляция нашего региона задолго до вспышки в Москве. Так виноваты ли путешественники в том, что им просто позволили вернуться домой? Понятно, что именно на людей, вот на этих, да, как-то направлять свою агрессию бессмысленно и бесполезно. То есть уже все случилось. Нужно, ну если куда-то нужно перенаправлять, например, то на тех людей, которые сегодня не соблюдают правила самоограничения. Таким людям стоит объяснять, дом нужно покидать, только чтобы купить продукты или выбросить мусор. В противном случае мы можем увидеть не режим самоограничения, а настоящий карантин с санитарными кордонами и военными в городе. С вашей точки зрения это хорошо, если такой сценарий все-таки мы увидим? Да, это хорошо, потому что это позволит, по крайней мере, по всем данным, которые мы на сегодня имеем, это и китайский опыт, это и итальянский опыт, это и то, что сейчас делают в других странах, это единственный работающий сценарий. А пока карантина нет, для нас важен еще один вопрос, который Алексей Водовозов разбирает в своих лекциях. Маски. И Всемирная организация здравоохранения, и американская CDC, и наши, кстати, в меньшей степени, как-то они за маски топят в основном, пришли к выводу, что нецелесообразно носить маску здоровому. Маска на больном, для того, чтобы вы не распространяли вирусы. Вот да, в этом смысле она работает. А еще если вы врач, работающий с больным, или родственник, который за ним ухаживает. И не забывайте, есть определенные правила ношения маски. Менять каждые два часа, менять, если вы чихнули, если на вас чихнули, и стараться в ней не говорить так быстро, как я, и не быстро ходить. Потому что если она промокнет от дыхания или пота, ее тоже нужно поменять. И не забывайте, врачи-инфекционисты носят специальные очки, потому что глаза тоже точка вхождения вируса. Здесь у нас слизистая. Если вы все это примете к сведению, то поймете, почему ВОЗ не видит смысла в ношении масок здоровыми. Кстати, если хотите разобраться в тонкостях, можете посмотреть лекции Алексея Водовозова или почитать статьи на сайте Всемирной Организации Здравоохранения. Главное, не выходите из дома. Андрей Дриер, День с толком. Из дома.